Здравствуйте! В эфире программа Аптата НСС. С вами Инкара Карашаева. И в ближайшие 30 минут расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Актюбинская область с рабочей поездкой посетил министр науки и высшего образования САЭС Атнурбек. Он рассказал о новшествах, направленных на развитие науки в области. Так, на базе университета имени Жубанова откроется филиал шотландского университета с 200-летней историей Хэриот Уотт. Обучение будет проходить по трем образовательным программам бакалавриата. Нефть и газовое дело, электроэнергетика и компьютерная инженерия. Кроме того, министр рассказал о поддержке ученых, создании атласа новых специальностей, а также о перспективах Казахстана стать образовательным хабом. Глава ведомства ознакомился с материально-технической базой вуза, а также прочитал лекцию о развитии высшего образования. Прежде всего, министр ознакомился с научно-исследовательским центром радиационной физикой материалов и парком инновационных технологий. Ученые показали министру лабораторное оборудование и рассказали, над какими научными проектами идет работа в университете. Доктор физико-математических наук профессор Куанышбек Шункеев отметил, что в научных лабораториях задействованы все аппараты. Профессор кафедры физики Амирбек Бекешев продемонстрировал министру уникальный голландский прибор, который позволяет создавать композитные материалы. Достаточно уникальный прибор, который позволяет создавать композитные материалы. Вообще лаборатория работает в области композитных материалов. Мы образно определяем три направления. Это техническое направление, затем экологическое направление и биологическое направление. Что такое экологическое направление? То есть тех отходов наших заводов, фабрик, которые существуют, мы их используем как наполнители в композитных материалах. К слову, лаборатория композитных материалов получила два гранта от Министерства образования. И недавно впервые в истории ВУЗ выиграл грант в рамках программно-целевого финансирования. Молодые ученые выиграют этот грант для того, чтобы министерство делает поддержку им, чтобы в последующем они остались именно в сфере науки. Им дается специальная заработная плата в пределах 400-500 тысяч деньги в месяц. И плюс еще поддержка командировочных расходов и так далее. То есть очень хорошая поддержка именно для тех людей, которые защитили ПХД-докторантуру и пытаются на ближайшей перспективе заниматься своим научным направлением. У нас планируется развитие новых материалов, например, в частности, на основе эпоксидных смол с добавлением каких-то добавок, в частности, тех отходов, которые имеются в промышленных объектах у нас на территории. И эти материалы будут в отчасти где-то подходить по своим свойствам металлу. И, в частности, эти материалы на данный период лабораторных исследований запатентированы. Мы стараемся уже тихо теперь опробовать на производственных предприятиях. Проект рассчитан на ближайшие три года. И по теме по созданию биоразлагаемых композитных материалов, что очень актуально на данный момент. Сегодня как раз у меня представился такой случай. Представить свою работу, ознакомиться с самим министром науки и высшего образования. В дальнейшем, в перспективе, мы надеемся на коммерциализацию разработок и дальнейшее развитие отрасли в нашем регионе. Условия участия в этой программе – это что мы должны быть докторантами, которые закончили ПЖД, защищенные и незащищенные. А также у нас должны быть отечественные либо зарубежные руководители и возрастные ограничения до 40 лет. Министр науки и высшего образования в свою очередь добавил, что сегодня нужно развивать казахстанскую науку. И что у университета имени Жубанова есть все условия для успешной научной работы и новых открытий. После ознакомления с научной лабораторией Саисат Нурбек провел встречу с членами ученого совета. Он рассказал коллегам об огромной перспективе сотрудничества казахстанской системы высшего образования с зарубежными вузами. Огромная честь для вашего региона, что самый высокорейтинговый на сегодняшний день университет зарубежный будет открыт именно в Ахтубе. Мы решили поддерживать в первую очередь региональные университеты. Вторая хорошая новость – это то, что Ахтубинский университет регионально вошел в программу центров академического превосходства. Что это такое? Это большое поручение главы государства по трансформации наших университетов в исследовательские университеты. Министерство запустило программу «ЖАС ГАЛАМ» – молодые ученые. Трехлетний грант, который дает возможность молодым ученым не смотреть на финансовые условия. 500 тысяч тенге, ежемесячная стипендия прилагается к этому гранту. Задача, чтобы молодой ученый создал научный задел, попубликовал статьи, не ушел с науки. Далее Саисат Нурбек прочел лекцию на тему высшего образования. Ее слушателями стали коллектив университета, а также студенты. После лекции педагоги и студенты задали свои вопросы министру. Та модель науки, которой сейчас мы живем с вами, она называется мобилизационная модель. И основная ставка делается на закрытые дни научно-исследовательские институты. Это модель Советского Союза, она себя очень хорошо оправдала в свое время. Но, к сожалению, наука – это очень высокотелекуальная, очень сложная психологическая занятия. Она требует очень большой энергии, концентрации и требует хорошего физического образования. После посещения вуза состоялась встреча министра с Акимом Акцюбинской области Иролой Тукжановым. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы, связанные с подготовкой востребованных в регионе кадров развития науки. Наука должна в реальном режиме творить. Реальный сектор должен базироваться на науке. Открытие вуза такого масштаба, как и редко, я думаю, это исторические события. Вот это долгая, нудная была работа. Это надо было пробивать, пробивать, пробивать. 9 миллиардов заложенных дополнительных денег – это просто так не бывает. Поэтому большую работу пробило еще раз. Также был подписан меморандум с компаниями-недропользователями от трудоустройства выпускников местных вузов. В завершении поездки САЭС от Нурбек посетил Акцюбинский завод феросплавов. Министр науки и высшего образования пообщался с рабочими и осмотрел плавильные цеха. Зарина Удбанова, Миржана Манджолов, Аптатенаса. В Казахстане вышла на финишную прямую масштабная электоральная кампания. Стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Можлиса парламента страны и масляхата всех уровней. Этот процесс продлится до 18 марта. Именно на этот день намечен День тишины перед выборами, который состоится 19 марта. Напомним, что регистрация желающих занять депутатское кресло проводилась с 20 января по 18 февраля. На предстоящих выборах в Можлис по партийным спискам будут избраны 69 депутатов парламента, в числе которых есть и акцюбинцы. Кроме того, один депутат из Акцюбинской области изберется по одномандатному округу. А в качестве кандидата в народные избранники областного, городского и районных масляхатов заявлено свыше 680 человек. Итоги регистрации подвели в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. До выборов депутатов Можлиса и масляхата всех уровней осталось меньше месяца. Наша съемочная группа узнала мнение горожан относительно предстоящей политической кампании. Опрошенные акцюбинцы заявили, что в исторический момент намерены проявить активность и отдать свой голос. Обязательно пойдем, и семья моя пойдет, потому что это наш гражданский долг, во-первых. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы у нас Казахстан вперед развивался. И для этого нам нужно, чтобы там, в парламенте, и вообще нами руководили грамотные, думающие о людях людей. Поэтому обязательно пойдем, да, будем выбирать. Новые лица нужны Казахстану. Я пойду на выборы. Я считаю, что это гражданский долг каждого. Да, вас берем, это обязательно. Обязательно будем голосовать. Пойдем на выборы с семьей и выберем достойных кандидатов. Считаю, каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Обязательно я всегда хожу на выборы. Я за только, за молодежь. У них новое видение, новое мышление. Они энергичны, активны. Я очень рада, что у нас молодежь очень есть замечательная. Уважаемые жители, мои земляки, давайте все на выборы. Это наше будущее, это наша перспектива. Надеюсь, что у нас будет все-все хорошо. Регистрация кандидатов в депутаты парламента и Маслихаты завершилась 18 февраля. Именно с этого дня началась агитационная работа. Важно подчеркнуть, что Актюбинская область входит в одномандатный территориальный избирательный округ номер 10, где в общей сложности было выдвинуто 24 кандидата в Мажелис. Из них 22 самовыдвиженцы, а еще двое от политических партий, Акжол и Аманат. Установлено соответствие 23 кандидатам, предъявляемым кандидатным требованиям депутата Мажелиса. Один кандидат признан несоответствующим к требованиям. Зарегистрировано 16 кандидатов. Два кандидата сняли свои кандидатуры, обратившись в письменную форму. Пять кандидатов не представили необходимые документы для регистрации. Зарегистрировано 6 женщин и 10 мужчин. Средний возраст 54 года, самый молодой 1991 года рождения, самый старший 1949 года рождения. По национальному составу все 100% казахи. Актюбинский областной Маслихат имеет 34 мандата. Половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина по одномандатным территориальным округам. По шести партийным спискам было выдвинуто и зарегистрировано 59 кандидатов. 56% из них – женщины и молодежь. Средний возраст потенциальных народных избранников – 45 лет. Самый молодой кандидат 2001 года рождения, а самый старший – 1950. Итог регистрации кандидатов депутата Актюбинского областного Маслихата по одномандатным территориальным округам. Было выдвинуто 85 кандидатов. Установлено, что 84 кандидата соответствуют требованиям, предъявляемым кандидатам депутатов Маслихатов. А один кандидат признан несоответствующим требованиям. Зарегистрировано 72 кандидата. Шесть кандидатов сняли свои кандидатуры, обратившись в письменной форме. Шесть кандидатов не представили необходимые документы для регистрации. Зарегистрировано 23 женщины и 49 мужчин. Самый молодой кандидат 1999 года рождения. Самый старший – 1954 года рождения. К слову, самая высокая конкуренция – именно 7 кандидатов на одно место зарегистрировано в избирательном округе номер 9. В общей сложности в депутаты областного Маслихата зарегистрирован 131 кандидат. В октябрьский городской Маслихат зарегистрировано 130 кандидатов из 32 округов. В среднем по 4 кандидата на одном округе. В районной Маслихаты 425 кандидатов зарегистрировано в 139 округах. В среднем по 3 кандидата на одном округе. Среди районов самая большая конкуренция – в Маслихатском районе по 3,8 приходят кандидатов на одно место. Всего зарегистрировано 555 кандидатов в депутаты городских и районов Маслихатов. С поименным списком кандидатов можно ознакомиться на сайте областного Акимата. Важно подчеркнуть, что по Актюбинской области есть один кандидат, который баллотируется и в Мажелис, и в областной Маслихат. В случае занятия кресла в парламенте на территории избирательного округа местного представительного органа, где кандидат был зарегистрирован, пройдут перевыборы. К слову, предварительное число избирателей в регионе составляет около 562 тысяч. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Аптат НСЭ. Подготовка к предстоящему паводку ведется в штатном режиме. Проводится активная работа по вывозу снега с улиц Актюбе. В частности, только за одни сутки было убрано 4500 кубометров. Кроме того, ведется очистка ливневок и арыков. С проводимыми работами ознакомился Акимобластей Раутукжанов. В целом, все службы строго следуют намеченному плану мероприятия, который призван помочь избежать серьезных последствий в период весеннего половодия. На контроле деятельность трех водохранилищ региона. Зону возможного подтопления в Актюбинской области входит 34 населенных пункта. В результате проведенных работ угроза устранена в 11 селах. Заготовлено необходимое количество инертных материалов. В наличии сформированы группа сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям. О подготовке к предстоящему паводку смотрите в материале нашей съемочной группы. Уже совсем скоро начнет таять снег. Следовательно, сход снежного покрова может привести к подтоплению территорий. И вопрос подготовки к предстоящему паводкоопасному периоду находится на контроле руководства региона. Важно качественно подготовиться к предстоящему половодию. Для предотвращения угрозы подтопления необходимы своевременный вывоз снега, очистка орыков и каналов, подготовка водооткачивающей техники и ослабление льда на реках. Работу по всем направлениям необходимо максимально усилить. В целом, по региону утвержден, реализуется план мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в паводкоопасный период. Определены составы задачи областной, городской и районных соответствующих комиссий. Разработан и утвержден план мероприятий по решению проблемных вопросов по паводкоопасным участкам на территории Октябрьской области. Ведется соответствующая работа по выполнению плана. Кроме того, для защиты национального пункта паводка в летнее время 2022 года реализовано более 50 мероприятий. В результате на сегодняшний день работы по дно углублению, переуглублению и расчистке паводкоопасных рек протяженностью 13 километров. И по ремонту плотин, поднятию также грунта вокруг населенных пунктов Ахтюбе, Мугажарский район и Хабдинский район. По предварительному гидрологическому прогнозу на 1 марта объем запаса влаги и воды находится в бассейне рек Илек в норме и в Карагале, что на 15% выше среднестатических показателей Карагалы, Кусистек, также Орь, река Иргиз. Всего на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрено свыше 360 миллионов тенге. Проведена работа по запасу необходимых инертных материалов, мешков. Из населенных пунктов уже выведено более 140 тысяч квометров снега. В случае обострения ситуации с паводком сформирована группа сил и средств служб гражданской защиты общей численностью 1594 человека и 487 единиц спецтехники, 53 плавсредства, 197 мотопомп. Предусмотрено 85 пунктов размещения общей вместимостью 15 тысяч человек, 26 палаток, более 800 спальных и 1500 койко-мест. В зону возможного подтопления входит свыше 2500 жилых домов, более чем трех десятков населенных пунктов, где проживает свыше 12 тысяч человек. 34 у нас имеется населенных пунктов, палатки опасных, подвержены. 11 уже отремонтированы, то, что не угрожает на данный момент сейчас. Остаются 23 участка на данный момент. Вот данная работа, она продолжается и ведется. И 2-го и 3-го марта у нас будет республиканское командное штабное учение, где мы эту работу за 2 дня будем продолжать и до конца марта все участки мы приведем в соответствии. На данный момент, да, очень там большие осадки сейчас, вы видите, наверное, да. Ну, город занимается, он вывозом там снега, везде видно, мы уже этим занимаемся, профилактикой по недопущению. Полностью у нас также будет очистка там русел рек, каналы сейчас на данный момент мы производим. Ну, готовимся к палаткоопасному периоду. Вывоз снега с городских улиц является одним из основных направлений в работах по профилактике палатка. Свыше 40 единиц спецтехники задействованы в 4-х палаткоопасных районах города. 14 подрядных организаций работают по очистке препардерных территорий. Глава региона ознакомился с мероприятиями, которые идут круглосуточно в районах Москва и Курмыш. Дануло уже почти закончилось. Из 32 улиц убрали уже по первому кругу 30 улиц, убрали, 2 осталось. Хорошо, а сейчас потом уже пойдет второй круг. 50 тысяч вывезли уже по городу Москва, Курмыш. КВЗ Шахаи уже однократно провели, сейчас повторно уже идем. На Москве сейчас улицы есть, которые центральные, вместо этого, Еманово, где с вами повторно сейчас уже. Уже сотворок плохой. Сегодня уже день ночью закончили две центральные улицы. Плодотворная работа ведется и по очистке ливневых канализаций. Важно, чтобы в период активного схода снега талые воды не задерживались на городских улицах. И, следовательно, не возникло опасности подтоплений жилых домов. Так, главу региона проинформировали о работах в этом направлении по улице Газизы Жубановой. Проводится очистка снега и льда ливневок для пропуска талой воды. Уже завтра работу на данном участке завершим. Важно подчеркнуть, что в микрорайоне БАТ-ИС-2 ведется работа по оборудованию водопропускного шлюза, который проходит под трассой Южный обход. Это делается с целью избежать подтопления жилых домов в микрорайоне. Также главе региона рассказали о прогнозируемой погоде на ближайшее время. На 15 марта минус 1 градус. Это ночью. Днем будут лесовые температуры. И только первая декада. Потом пойдет мороз. Вторая, третья декада будет мороз. Вот первая декада будет очень тепло. Второго, третьего числа. На любой градус днем. Очень тепло. Это сколько на градусах? Плюс 5. Плюс 10. Ну это уже, это вода уже пойдет. У нас в городе это уже, да? Активная работа по подготовке к предстоящему паводку ведется на гидротехнических сооружениях региона. Заготовлены дизельные электрогенераторы, подъемники, инертные материалы. Всего в Актюбинской области три водохранилища. Актюбинская и Создинская в Актюбе, а также самая крупная, Каргалинская в одноименном районе. По состоянию наших сейчас водохранилищ, состояние стабильное. Все к паводку мы готовы. Все, которые были необходимы, материалы мы закупили. Гидротехнические узлы проверили, они в нормальном состоянии. На сегодняшний день Актюбинское водохранилище, проектная мощность 245 миллионов, на сегодняшний день находится 132 миллиона. Свободный запас, который мы можем принять, 113 миллионов. Это, считаю, нормально. По ожиданию Казгидромет прибытия воды от 90 до 130 миллионов куллов. Мы готовы принять, уже опыт есть. Ребята у нас все подготовлены, прошли определенные знания, есть и опыт. Важно подчеркнуть, что на всех Актюбинских водохранилищах ежегодно проводится текущий ремонт. Все сооружения были построены во второй половине прошлого века. Создинская в 1966 году, Актюбинская и Каргалинская в 1975. По Каргалинскому водохранилищу у нас на сегодняшний день 95 миллионов кубов. Мы можем принять туда свободный запас 130 миллионов кубов. Там тоже у нас к Каргалинскому водохранилищу все подготовлено. По прогнозу Казгидромет, там придет вода от 70 до 90 миллионов кубов. Не можем сказать, что произойдет через неделю, через месяц. Поэтому ожидается потепление где-то 19 марта. Поэтому мы к этому уже полностью подготовлены. В Каргалинскому водохранилищу у нас тоже все подготовлены. Там на сегодняшний день у нас 3 миллиона кубов. Мы можем принять 4,5 миллиона кубов там. Как уже упоминалось, значительное потепление ожидается во второй декаде марта. И к этому времени подготовка к поводкоопасному периоду полностью завершится. Все необходимые мероприятия проводятся. И повторение сложной ситуации с потопом 2017 года быть не должно. В непредименных обстоятельствах у нас есть отработанная своя программа. Есть режим сускания свой. Будем по этому работать. По правилам эксплуатации. Критическая обстановка была в 2017 году. Вы все прекрасно знаете, критическая обстановка. Там пришла вода. Быстро это было дружное тайное. Одновременно пришла вода. И со всех нерегулируемых вод поступили воды. И поэтому эти паводки прошли очень сложно. В прошлом году мы приняли воду. 185 миллионов пришло. Из них мы сбросили 30 миллионов воды. Точнее 129 миллионов кубов. Но этот город мы не затопили. Все прошло как в режиме. Как по правилам эксплуатации. Следует подчеркнуть, что обильные осадки и запас влаги позволяют аграриям. И в текущем году надеяться на хороший урожай. Наличие воды способствует расширению поливных земель. К слову, на сегодняшний день в Октябрьской области свыше 30 тысяч гектаров орошаемых площадей. В перспективе планируется восстановить еще более 10,5 тысяч гектаров. В текущем году планируется ввести в оборот 3,5 тысячи гектаров орошаемых земель. Важно подчеркнуть, что государство также способствует расширению поливных наделов. Кроме того, на 50% субсидируется приобретение ирригационных машин. Также в регионе имеется 104 тысячи гектаров площадей лиманного орошения. Сейчас восстанавливается около 25 тысяч в Мартугском, Уилском, Хабдинском, Храмтауском и Тимирском районах. В целом орошение сельскохозяйственных культур поспособствует повышению урожайности. Так что большое количество снега на руку аграриям. Также для сбора воды в Актюбинской области планируется возвести 6 крупных водохранилищ в Мартугском, Хабдинском, Храмтауском и Тимирском районах в городе Актюбе. Кроме того, будут оборудованы 8 малых водохранилищ. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Аптат НС. Основные проблемы, с которыми сталкиваются актюбинцы, находятся на контроле у местных исполнительных органов. И важно эти проблемы не просто выслушивать, но и стараться оперативно решать. Благо, у людей есть возможность напрямую задавать вопросы Акимам, а также руководителям различных государственных органов. Выдвигать свои пожелания по повышению качества жизни. Так, Аким Актюбе Мураджу Ребеков на уходящей неделе провел очередную встречу с населением. В этот раз он встретился с жителями самых старых районов города – Шанхай и Жилгородок. Основные вопросы, волнующие актюбинцев – ремонт автомобильных дорог, ситуация с остановочными павильонами, благоустройство дворовых территорий, бродячие собаки. Как будут решаться проблемы исторических районов областного центра, расскажет Анастасия Евсеева. Шанхай и Жилгородок – одни из самых густонаселенных районов, в которых сохранилось много исторических домов. Со слов старейшин, несмотря на историческую ценность, оба района находятся в плачевном состоянии. Проблем накопилось сполна. Я с Чернышевского, 107, корпус 1. Обращался насчет моста через Жемешке, без ограждения. До сих пор стоит. Потом по Олегу Шилову, 96, по-моему, у него должен быть адрес. Висходный двор. Там сделали у нас туалет. Настоящий туалет. Летом вонь такая стоит. В том году двор перекопал на Булгаз. Вся грязь выходит на улицу. Остановка конечная. Люди, пенсионеры, инвалиды. Негде присесть. Центры везде есть, теплые остановки, все. У нас ничего нет. Потом автобусы очень плохо ходят. Особенно 22-й. Бардак очень сплошной. Мост опасный. Не имеет ограждения. Перил нет. Но этот мост требует реконструкции. Мы со своей стороны дали предложение, чтобы реконструктировали мост. Потом, что касается остановок. Вообще у нас в целом по району Астана 291 автобусов остановок. Из них только 11. Это черпы остановки. Всего сейчас требует ремонта 76 автобусов. Градоначальник пообещал лично взять на контроль озвученные проблемы. Вы, пожалуйста, дайте мне список того, что вы сказали, тех вопросов. Я на выходных объезд сделаю. Телефон туда ставьте свой. Может быть, мы к вам заедем вместе, посмотрим. Но обязательно я посещу эти места. И поручения на контроль возьму. Спасибо. Недовольные жители работают в ветеринарной станции. Бродячих собак с каждым днём становится всё больше, жалуются горожане. Я столько раз обращалась в ветеринарную станцию. И последний раз было обращение к десятым городям. И мне сказали, по проспекту Победы, где будут три огромнейшие собаки. Бродячих собак. Люди боятся. Они прибыли друг на друга. На людей. Так, я просила. Утилизировать собак. А я буду делать 5-10 в городе. Мне сказали, нет, не получится. Сегодня я буду еще целый день. Мне сказали, что со следующей недели займемся. Сегодня какое число собак и подбегают, так и любят. У нас есть закон, в соответствии с которым мы должны, обязаны построить питомник. Этих собак отлавливать, содержать в этом питомнике, стерилизовать, лечить, содержать и раздавать потом тем людям, которые хотят их взять. Понимаете? Этого нет. Этого нет. Этого нет, потому что закон вышел относительно недавно. Мы сейчас проводим работу с нашими общественниками, те, которые занимаются животным миром. Значит, с ними ведем обсуждение, какие параметры у нас должны быть при строительстве этого питомника. Какие там стандарты должны быть и так далее, и так далее. Эта работа ведется по земле. Мы, в принципе, уже определили участок, где будет земля. А жительница одного из домов на проспекте Победы пришла с просьбой о помощи. С прошлой недели в доме потоп, который своими силами жильцы не могут остановить. У нас после реинновации в этом доме стал очень потоп дома. В настоящий момент у меня в квартире все течет. Мужам варить кресло, могу сказать фотографию, на него упала шпаклевка и краска. Когда они в 21-м году здесь сделали, значит, сразу после этого у нас был потоп. Но они приехали, якобы там что-то сделали, все. В прошлом году снова повторилось. Приехал представитель, посмотрел, говорит, хорошо, у меня люди освободятся из другого объекта. К вам не приедут и исправят. Вот он и не там. Никто не приедет к нам. И вот в четверг у меня начался потоп. Ой, в общем, бежит вода там на крыше, все в квартире, уже даже потолок, плюс гипсикартура, с него все бежит. Я обратилась в ЭКИМАК, вот этот телефон с Ту-9. Мне сказали, пишите, я написал, все. Пришел ответ, ваша заявка зарегистрирована. Мы тонем, никто не приезжает. От того, что заявка зарегистрирована, простите, поток не прекратился. К кому обращаться? К какому специалисту? За счет средств Коспрома была реновация произведена. Заказчиком был ТАВА САПТУБЕР. Подрядчиком была компания Байсанатар. Руслан, создайте комиссию. У них вода течет, поэтому там время не терпит отлагательства. Там проводка, перекрытие у нас деревянное. Не дай бог где-то замкнет, сами понимаете. Сегодня выйдут. Все, спасибо. Поднималась и проблема аварийных домов. Их насчитывается 13. Аким района заверил горожан, что данный вопрос на контроле властей. В 2021 году в целях решения вопроса жителей по адресу 36А и 36Б, 38А, 44А и 44Б, был заключен меморандум в 2021 году с советами компании. Сейчас ведется работа по заключению документации с советом монтажных работ. Эта работа начнется в марте этого же года. По остальным домам они все находятся на торговле в области и городе. Отметим в этом году в рамках программы бюджет народного участия. Запланировано реализовать 48 проектов. Ожидается установка детских и спортивных площадок, ремонт 140 контейнерных площадок, асфальтирование 49 дворов, освещение 11 улиц и 34 дворов. Анастасия Евсеева, Бахаджан Едигеев, Аптат НС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат НС смотрите в следующее воскресенье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин